Друзья, всех приветствую на торговой сессии среды. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш канал о маркетсе и оставлять ваши вопросы в секции с комментариями. Сегодня очень важный день для всех финансовых рынков, потому что мы будем следить за реакции Трампа на факт того, что Палата представителей Нэнси Пелоси фактически официально призвали вице-президента США Майкла Пенса отстранить от должности действующего американского президента посредством применения 25-й поправки Конституции США. Как отреагирует Трамп, друзья, я не знаю, но я заранее рекомендую вам обратить внимание на то, что Трамп очень импульсирует, фокусивная фигура. И то, как окончательно он будет складывать в себя полномочия и передавать в власти, никто не знает. Есть ли риск для каких-то социальных волнений, протестов? Я думаю, что этот риск очень даже значительный. Поэтому мы как минимум сейчас должны держать руку на пульсе и анализируя опять же содержание экономического календаря, может показаться то, что событий-то нет никаких. Вы изначально должны понимать, друзья, то, что рынок сейчас сфокусирован на политических событиях в Штатах, которые будут иметь очень широкий резонанс для всех мировых площадок, для всех финансовых активов. Поэтому каким бы инструментом вы бы не торговали, самое время еще раз вспомнить про правила риск-менеджмента, про те плечи, которые фактически вы используете в своей торговле. И много раз я уже отмечал, что если у кого-то из вас, друзья, есть пробелы в понимании, что такое риск-менеджмент, свяжитесь с вашими персональными менеджерами компании Амаркетс и обсудите эту тему. Я думаю, что эта информация точно не будет лишней. Ну что ж, давайте посмотрим на то, что у нас происходит в моменте. Как и ожидалось, доллар, в принципе, дал слабину и сейчас индекс американской валюты снова ниже 90 пунктов. Интересно параллель сравнивать динамику американского доллара с тем, что происходит с казначейским рынком долга США, то есть с американскими облигациями. Действительно, в последние дни мы видели полноценное ралли американских трежерей с десятилеток, за которыми я слежу, и это дало поддержку американской валюте. Но вчера десятилетки перешли к коррекции, сразу же после этого доллар полетел вниз. Я думаю, то, что дальнейшего роста доходности американских долговых бумаг мы уже не увидим, друзья. И как раз сейчас очень хорошая возможность еще раз оценить общий фундаментальный фон, взвесить все за и против и подойти к пониманию того, что завтра во время своего публичного выступления, Байнен анонсирует новые меры экономического стимулирования. Как говорят, триллионный пакет. Ну, учитывая то, что ему нужно будет увеличить все единоразовые выплаты для американских домохозяйств с 600 долларов до 2000, конечно же, сумма будет внушительная. Я на этой неделе не раз комментировал те ожидания, которые сейчас на рынках присутствуют. Приток новых средств, триллионы ликвидности, которые пойдут на поддержку корпоративного сектора домохозяйства и преодоление негативных последствий ковида, это то, что потенциально может размыть показатели инфляции, еще больше надавить на доходность американских облигаций и, соответственно, притопить позиции доллара. Как действовать по американской валюте? Друзья, если вы все-таки услышали мои рекомендации по тому, как торговать индексом доллара, у вас, в принципе, не должно возникать такого вопроса. Но если кто-то недопонял и не уловил тот посыл, который я транслирую, я считаю, что доллар нужно было продавать еще вчера, ну, условно говоря. Конечно же, его нужно было шортить еще в середине 2020 года. Но даже на текущих значениях в районе 90 пунктов долгосрочно выставленный ордер, позиция на снижение американской валюты, индекса доллара, может стать очень привлекательной сделкой, потому что по усредненному прогнозу ряда инвестбанков индекс доллара потеряет больше 10%. Сегодня еще на повестке очень важный отчет по инфляции. Почему важный? Потому что все те меры стимулирования, которые мы анализируем по американской экономике, вот эти пакеты госфинансовой помощи, это то, что потенциально должно увеличивать и разгонять инфляционное давление. Рост инфляции – это как раз база, которая приводит к обесцениванию национальной валюты. Сегодня у нас будет возможность увидеть, убедиться в том, что инфляция реально растет. Даже по прогнозам годовое значение индекса потребительских цен может прибавить на целых 0,1%, вырасти с 1,2% до 1,3%. Но это, друзья, будут только лишь цветочки, ягодки впереди. Подождем еще год с небольшим, и вся вот эта лавийная ликвидность приведет к еще большему разгону инфляции. Где будет доллар? Я только что сказал. Доллар будет вынуждено отступать. Объявят ли импичмент Трампу? Я думаю, что к этому, друзья, все идет, как я уже отметил в начале этого брифинга. Следим за тем, что сделает сейчас и как поступит Майкл Пенс, содействует ли он поправку на Конституции, как отреагирует на все это Трамп. Напомню, что обвинения и сама база условий для импичмента, они базируются сейчас и выстраиваются на том, что Трампа обвиняет в подстрекательстве к мятежу. Помните, штурм Католийского холма, который, к сожалению, привел даже к человеческим жертвам. Кстати, это вторая попытка протащить импичмент Трампа. Первая была еще до начала предвыборной кампании, когда Трампа, те же самые демократы, обвиняли в превышении должностных полномочий. Он пытался надавить на президента Украины для того, чтобы было инициировано расследование против сына Байдена, но это ни к чему не привело. По поводу инфляции, друзья, если мы ожидаем роста индекса потребительских цен, к тому же сегодня, как я уже отметил, показатель по инфляции в 16.30 по московскому времени выйдет. Я думаю, то, что у золота будет тоже хорошее условие для того, чтобы продолжить восстановление. 1857 сейчас котировки. В случае роста инфляции, подтвержденного факта цифрами, золото, локомотив всего рынка драгоценных металлов, получит возможность сохранить восходящую динамику и приблизиться к нашей ранее выставленной цели на отметке 1900 и выше. Друзья, также не забывайте про ковидную тему, которая не то чтобы не отпускает. Мы видим и фиксируем вместе с прочими статистиками рост количества заболевших в сутки, который является рекордным. И по прогнозу ВОЗа к Пасхе общее количество заболевших может увеличиться в 10 раз. Кстати говоря, Меркель буквально несколько часов назад сообщила о том, что жесткие ограничения в Германии, я думаю, что можно говорить даже в целом про большинство стран Европейского Союза, могут продлиться до апреля, может быть даже и больше. Так, по поводу других финансовых активов евро против доллара. Возобновление роста на факте снижения курса доллара 1.2207 сейчас. Ждем, друзья, выше отметки 1.23. Фунт 1.3676, мою позицию вы знаете. Я сторонник, но это единственный инструмент, который я продолжаю продавать. Австралиец, друзья, против доллара 0.7258. Ранее мы на нем хорошо заработали, а сейчас, точнее 0.7758. Сейчас я предлагаю посмотреть вам на уровень сопротивления 0.7780. Я лично буду действовать в случае, если пара его пробьет и полетит выше, то есть значение 0.7780 это как раз уровень для отложки buy stop. Если этот уровень падет, то целями роста могут стать уже значения 0.7980. Доллар канадец 1.2717. Здесь нужно держаться, друзья, ждать заседания банка Канады на следующей неделе. И это заседание может быть интересно тем, что канадский регулятор либо снизит процентную ставку, либо анонсирует решительность в плане действий в этом направлении, потому что количество заболевших растет тоже в Канаде, в Антарио, по-моему, более 20 тысяч. А случаев инфицированных новых, это тоже рекордные показатели. То есть по аналогии с действиями других центральных банков политику нужно смягчать и смягчение монетарной политики должно ударить по курсу канадца. Друзья, если вы работаете с рядом финансовых активов, вы должны понимать, что сейчас очень высокая корреляция из движения нефти и пары доллар канадец. То есть не держите в портфеле два этих актива, выберите для себя что-то одно. Я рекомендую с учетом более интересного новостного фона работать с парой доллар канадец. И если так уж повезет, что помимо смягчения монетарной политики, мы наконец-таки дождемся коррекции на рынке нефти. Пара доллар канадец очень быстро летит в район отметки 1.30. Друзья, ну на этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание. Хорошей вам торговой сессии и до скорых встреч. Всем пока!